Герои Герои Иван не мог мириться с установленным оккупантами режимом и начал искать способы борьбы с врагом. По поручению членов подпольной организации, действующей на территории Каменского района, Иван Солтес вместе с товарищем Володей Вадзинским, рискуя жизнью, распространял листовки о новых событиях с фронта. В марте 1944 года части Красной Армии и партизанский отряд под командованием Мякова-Мухина освободили село Кузьмин от врага, а в начале апреля Иван Солтес вместе со своими двоюродными братьями Максимом и Емельяном были призваны в ряды Красной Армии. После короткой военной подготовки Иван был направлен на фронт, но в бою под Аргеевом был ранен и отправлен в госпиталь в село Чешуены Рзинского района. После выздоровления Ивана зачислили пулеметчиком 548-й стрелковый полк 116-й краснознаменной ордена Кутузова Харьковской дивизии. Участвовал в освобождении Молдавии, Украины, Белоруссии. С боями дошел до Польши. Шел последний год войны. Советские войска были уже на подступах к Германии. 10 февраля 1945 года рота, в которой служил Иван Солтес, получила приказ форсировать водный рубеж реки Бобер и занять плацдар в населенном пункте Луизенталь для дальнейшего продвижения основных сил дивизии. Операция началась ранним утром 11 февраля 1945 года. Иван Солтес одним из первых бросился в ледяную воду и, переправившись на противоположный берег огнем из ручного пулемета, стал прикрывать переправу товарищей, уничтожив при этом три огневые точки противника. Переправившись на западный берег, подразделение пошло на штурм населенного пункта. Впереди всех бежал комсомолец Солтес. Стреляя на ходу, он уничтожил шесть немцев. Впереди застрочил вражеский пулемет. Иван бросил в него гранату, и пулемет замолчал. Бойцы, увлеченные бесстрашием красноармейца Солтеса, ринулись вперед. Но справа заработал еще один пулемет. Иван открыл по нему огонь, но огневая точка была расположена на выгодном рубеже. У Солтеса закончились патроны и гранаты. И тогда Иван Солтес, будучи раненым, решился на подвиг, слава о котором не померкнет в веках. С криком «За Родину!», «За Сталина!» он бросился к дзоту и закрыл своим телом. Красноармеец Солтес погиб, спасая жизни своих товарищей и способствуя выполнению боевого задания. Советское командование высоко оценило заслуги рядового Солтеса. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и мужество, 10 апреля 1945 года рядовому Ивану Сидоровичу Солтесу посмертно присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Герой не гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана, и эта жизнь его вторая, бессмертной славою полна. Имя Ивана Солтеса носили производственные бригады промышленных предприятий. Его именем названы улицы и учебные заведения. В центре родного села установлен памятник Ивану Солтесу, а также бюсты в городе Каменка и в городе Минске. Николаевским союзностроительным заводом был построен грузовой корабль, носивший имя Ион Солтес. О Солтесе написаны стихи и поэмы. Еще при жизни родителей героя в доме, где родился Иван Солтес, была открыта мемориальная комната, а затем дом-музей. Образ Ивана Солтеса запечатлен на значках и почтовых марках, а также на памятной монете, выпущенной в Миннестровском республиканском банке. Установлены памятные доски на школе, в которой учился Иван Солтес, а также на его могиле в Польше, в городе Валеславе. Пройдут века, а слава бессмертного подвига комсомольца Ивана Солтеса будет жить, пока живы воспоминания.